Французский парламент выяснил истинную причину отказа от поставки Мистрали в России. Оказывается, поляки не дали поставить, ты знаешь? Возмутились. Да, поляки. Поляки сказали следующее. Вы, говорит, там на миллиард евро с лишним, значит, у вас контракт на Мистрали, сказали поляки. А мы, говорят поляки, у вас купим на 2,5 миллиарда вертолеты французам. Но если вы, сказали поляки, продадите русским Мистрали, то мы не купим у вас вертолеты на 2,5 миллиарда. Французы оказались чистыми пошляками. Чистыми пошляками. Посчитали, французы, что 2,5 миллиарда, безусловно, в два раза больше, чем 1 миллиард 250 миллионов. И они говорят, в два раза лучше поляки, в два раза лучше поляки, как нам кажется. И сказали, золотые вы наши. Обняли их словами. Да, золотые вы наши. Есть Чепольская, не сгинела, сказали они. Нет проблем, кинем русских. Вот так поступили французы. Теперь это стало понятно. Об этом пишет сегодня французская пресса. Смотрите, под давлением, да. Было сильное внешнее давление со стороны стран Восточной Европы в рамках парламентской ассамблеи НАТО. Французский сенатор сообщил в частности, что Польша пригрозила Франции прервать переговоры о сделке на покупку 50 вертолетов в случае передачи вертолетоносцев России. Вот так, товарищи. Мы все время надеемся, что нас подопустила Америка. А в этот раз Польша. Польша. Просто Польша. Без всякой Америки. Ну вот, видишь-ка, в другой раз надеешься, что тебя побил какой-то большой дядя, а тебя побил маленький. Горе наше, господи помилуй, неприятность. Маленький, но шустрый. Да маленький, но шустрый. Видишь, они больше денег дали. Два с половиной миллиарда. А зачем ему столько вертолетов? 50 вертолетов. Взад-вперед будут летать. Взад-вперед. Ага. Взад-вперед и все. Ну а что, Польша, там некуда летать особо. Туристов возить. Ну, как раз на вертолете хватит. Польши хватит для вертолета. Для самолета серьезного Польши не хватит. На крошечное. А для вертолета как раз то самое. Понимаешь, он пойдет с крейсерской 160-180. Тихонечко так, и глядишь, все, Польша, Польша, Польша. Целых полчаса Польша. Глядишь, целых 35 минут Польша. Потом уже нет Польши. Все, Польша закончилась. Маленькая страна, понимаешь? Президент РФ Владимир Путин из-за развития ситуации... Сколько Польши, кстати, размеров? Мне кажется, 300 тысяч квадратных километров. Сейчас проверим. Украина где-то 600, ну а около 600, а Польша 30, мне кажется. 300-300 тысяч. Вот я сейчас говорю просто, смотри, говорю просто, бросая на эту цифру весь свой гигантский авторитет. Сейчас облажался? Сколько? Говори. Так и есть. 312 тысяч. 312 тысяч. Смотрите, кричите, что я гений. Значит, я думаю, что Украина примерно около 600 тысяч квадратных километров. Что примерно похоже на Испанию и Францию. А Польша в два раза меньше. Я думал 300 тысяч. Оказалось, 312. Видите, как хорошо. Но я так на глаз. Я на глаз, клянусь, из окна. Я летел как-то из Калининграда в Варшаву на каком-то маленьком бразильском эмбраере. На маленьком бразильском самолете. Из Калининграда в Варшаву. Наполе Шейр. Или там, как там у них называется? Айрлайнс. И, короче говоря, я так на глаз прикинул. Думаю, ну вот, честно слово говорят, 300 тысяч где-то у них. Что там такое? Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании вооруженных сил России за рубежом. Товарищи! Ну, точно разрешат. Так придется воевать. Меняем тему. Меняем тему прямо мгновенно. Сейчас мы обязательно должны заменить тему. Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании вооруженных сил России за рубежом. К чему вы готовы? Где повоюем и как повоюем? Давайте поспекулируем. Погнали.